Брянская область принимает активное участие в реализации региональных и федеральных программ, направленных на улучшение качества жизни ее жителей. В том числе эти программы реализуются в рамках национальных проектов. Об этом сегодня в программе «Здесь и сейчас» мы поговорим с депутатом Государственной Думы, первым заместителем председателя Комитета по экологии и охране окружающей среды Николаем Валуевым. Николай Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Мы постараемся не распылять внимание на все нацпроекты, на все федеральные программы. Сконцентрируемся на трех направлениях здравоохранения, экология, физкультура и спорт. Но давайте начнем с самого главного, важного в 2020 году. Это здравоохранение. Какие программы на Брянщине реализуются в этом году? Ну, первое, наверное, самое, одна из важнейших программ и аспектов развития здравоохранения, в принципе, в регионах, на которые обращал внимание президент и в своем послании федеральному собранию, это, конечно, строительство ФАПов, безусловно. И я могу сказать, что Брянская область за счет региональных средств практически обновляет весь список ФАПов, который будет дооснащен оборудованием, сделан ремонт полностью и медицинский персонал необходимый. Кстати, благодаря замечательной региональной программе, которая сообразуется и с федеральной программой «Земский доктор», по которой молодые специалисты могут получать подъемные от государства в размере миллиона рублей. Плюс к этому еще дополнительно выплачиваются региональные средства. И это действительно очень серьезно добавило, ну, скажем так, привлекательности молодым врачам для того, чтобы ехать в села, в малые городки. Все-таки вот в муниципалитетах, я уверен, что врачей добавятся, но самое главное условие. И эти условия создаются на базе существующих ФАПов или тех, которые уже были в недавнем прошлом закрыты. Все они будут реанимированы и активно. Брянская область включилась в реализацию этой программы. И, наверное, вы действительно абсолютно справедливо начали свои вопросы именно с вопросов здравоохранения, потому что все уже год назвали не только високосным, но и пандемическим. И так или иначе, конечно, на всех нас этот год сказался, в общем-то, не лучшим образом, по большому счету. Вот я просто знаю настроение. Буквально люди готовятся к Новому году таким образом, что кто-то вещи выбрасывает, кто-то чуть ли не песенки разучивает вместе со своими детьми, дабы, наконец, забыть о тех невзгодах, которые принесла пандемия коронавируса. COVID-19 действительно нагрянул. Ну, это было ожидаемо, что он рано или поздно коснется, но страна, в общем, как и весь мир, столкнулась с необходимостью фактической мобилизации. Первой мобилизации в области именно здравоохранения. И ковидный центр на 400 мест в Унече, который построен, это лишнее доказательство того, что Брянская область старается и, самое главное, в Брянской области получается в этом отношении соответствовать не только всем параметрам, ну и удовлетворять запросы. И самое главное, население, и самое главное, вовремя реагировать, потому что в целом по стране разнятся вот эти цифры заболевших на день. Мы не исключение, Брянская область точно так же вводила меры ограничительного характера. Они коснулись, можно разбить год, так скажем, мы уже можем какие-то итоги подводить, на условных каких-то две половины, одна из которых приходится на весну, начало лета, и вторая волна коронавируса уже нас накрывает, начиная где-то с конца сентября. Наверное, все-таки к этому нужно добавить, что перинатальный центр вовсю заработал, и он действительно показал свою эффективность, это однозначно и точно. Мы, в принципе, сегодня достаточно спокойно уже можем говорить о том, что принимаем тесты в нужном и должном объеме, причем уже начата добровольная вакцинация, как вы знаете. И сам вот буквально сегодня я сдавал тест на ПЦР, безусловно, вечером будет готов анализ, но переболев коронавирусом в свое время, пока у меня есть антитела и четкая уверенность в том, что у меня его не обнаружат на сегодня, но тем не менее, все-таки я вот пользуюсь случаем, призываю всех жителей Брянской области, в особенности во время праздников, соблюдать дистанцию, беречь друг друга, помнить о том, что мы, в общем-то, должны всегда думать о своих не только самых близких людях, но и о тех, кто нас окружает. Носить маски, производить вовремя дезинфекцию рук. Это такие, вроде, достаточно простые, но эффективные способы нераспространения COVID-19. Да, вот, и, конечно же, в принципе, гордость нашего губернатора и нас в целом всех. Мы полностью обновили парк реанимобилей и вообще скорой помощи за истекшие 4 года. Этот парк полностью обновлен. Это, по-моему, порядка 285 совершенно новых автомобилей областью закуплено на региональные средства. Это очень мощно. Далеко не каждый может похвастаться таким результатом. Ну, а если говорить о физической культуре и спорте, что бы вы выделили, вынесли на первое место, на второе, на третье место? Я бы, наверное, тут практически все на первое поставил. Вы знаете, вот мы, в принципе, с вами затронули те темы, которые, несмотря на тяжелый год, надо все-таки признать, он тяжелый, тем не менее все программы строительства спортивных объектов, ну, конечно, в отличие только пострадали сами соревнования. Безусловно, массовые культурно-спортивные мероприятия, они могли быть только вот летом буквально, когда было послабление, вновь мы сейчас вынуждены были ввести ограничения, я уже говорил об этом. Но самое главное, строительство не прекращалось ни на секунду. То есть строительство новых спортивных объектов идет, и Александр Васильевич Богомаз поставил перед своей командой очень амбициозную задачу. Она звучала на выборах губернатора, и она оправдывает себя уже на глазах. Ну, давайте вспомним, конечно, самый мощный проект, который должен быть закончен в 2021 году, это в Брянске дворец единоборств, это более чем 2 миллиарда федеральных средств, плюс региональные средства, выделенные на его строительство. Это огромный кластер, который уже включает, потому что стены стоят, включает в себя не только единоборство, но и другие виды спорта, игровые, бассейн, в том числе оздоровительные гостиницы и все остальное. То есть это такой спортивный кластер в городе Брянске, который позволит действительно очень серьезно поднять и количество занимающихся физкультурой, и спортом. И самое главное, добавит нам всем уверенности в том, что брянские спортсмены, безусловно, будут занимать все больше призовых мест на не только внутрироссийских, но и международных соревнованиях. И самое главное, мы по введению в эксплуатацию этого объекта сможем принимать действительно международные серьезные соревнования. Кстати, ну, к сожалению, решение САС в Лозане отодвигает нас примерно на 2 года в этом начинании, но тем не менее мы можем уже сегодня делать заявки на будущее, потому что подготовка чемпионатов мира и Европы – это достаточно серьезная организационная подготовка, на которую как раз и уходит в среднем от года до двух. Я уже в Москве переговаривал с федерациями, по крайней мере, борьба, бокс. Они полны решимости, чтобы завести к нам действительно вот эти международные соревнования. Так что будем ждать, будем ждать, когда будет введен этот проект в эксплуатацию. Стадион «Спартак», мы помним, футбольное поле, оно тоже в этом году, в наступающем году введено в эксплуатацию. И самая, наверное, такая амбициозная задача, которая, я уверен, что будет реализована, потому что, опять же, жители многих районов видят это у себя перед глазами. Сейчас это строящиеся фоки в каждом районе Брянской области. Помимо фоков, это обязательный бассейн и футбольное поле. Я уже не говорю о фокотах, которые мы построили в Стародубе, в Новозыпкове. Они также по программе «Единая Россия» будут строиться и в 2021 году. Заявки одобрены. Это очень хорошо. Ко всему прочему, «Ледовые дворцы». У нас «Ночная лига», в которой и сам Александр Васильевич участвует, обрела такую новую жизнь, я бы сказал, серьезные обороты. Все большее количество взрослых занимается хоккеем. Я уже не говорю о ребятах молодых. И мы, в общем-то, в недавнем прошлом в Стародубе открыли замечательный «Ледовый дворец», на который Сергей Иванович Неверов приезжал с звездной командой хоккеистов. Это было замечательное событие, которое нельзя не заметить. Конечно, сюда же я хочу причислить все-таки соревнования, которые мы успели провести. Среди них «Брянская рыбалка». Вот мы в период послабления ограничений вновь сумели организовать этот замечательный праздник для людей. И на набережной реки Десны, в общем-то, отлично его провели. Я считаю, ну, по крайней мере, отзывы, которые мы получили, нас вселяют в нас уверенность и надежду, что продолжать в этом духе надо. То есть в следующем году нам снова ждать чемпионат? Конечно, да. Мы будем, ну, может быть, даже два, потому что амбициозно хотим замахнуться весной провести и по истечении лета два. То есть один, наверное, посмотрим, в каких городах, но в Брянске один точно будет. Я помню, мы с вами говорили перед чемпионатом о том, что в его рамках будет проведен выпуск мальков в реку. Он был. Мы действительно это сделали. В самом начале мероприятия машина с Толстолобом и Сазаном приезжала, и в этом участвовали дети. Что самое главное, я просто помню, вот не забыть их счастливые лица, настолько они рьяно в этом участвовали, с очками выгребая рыбу и выпуская в десну. Это здорово. На самом деле такая просветительская, экологическая получилась акция, которая деткам больше всего запомнится. Ко всему прочему, в этом году мы добавили соревнования среди инвалидов. Они тоже участвовали. Николай Сергеевич, мы плавно перешли с вами к экологии. Это ваша все-таки основная деятельность в Государственной Думе. Что о ней мы можем рассказать? Как год прошел? В принципе, год прошел. Опять же, было много ограничений, так или иначе, которые в принципе не сильно повлияли на реализацию мусорной реформы. Хотя, если по итогам года, вообще по федеральной такой повестке пройтись, то очень серьезно притормозилась программа РОП. Это раздельная ответственность производителей. Мы с профильными ведомствами все-таки так и не можем найти общий язык, каким образом производители упаковки, не только производители товаров и упаковки, как распределить и в каком объеме они должны платить вот этот сбор. Почему? На сегодняшний день он где-то составляет не более 10%. Все-таки в мыслях довести его до общеевропейского уровня в 100% и просто идут споры, на кого все-таки переложить бремя ответственности за его уплату. Дело в том, что система раздельного сбора, о котором я тоже впоследствии хочу сказать, кстати, которая успешно реализуется в Брянской области, она фактически существует за счет регионального бюджета. И федеральный бюджет нашел средства, которые были собраны от расширенной ответственности производителей. И вместо ожидаемых 10 миллиардов мы собрали всего 3. По сути, они должны быть направлены на развитие инфраструктуры, переработки и утилизации. Самого мусора. Но на сегодняшний день этих денег катастрофически не хватает. И из-за их нехватки еще и не выстроен сам механизм направления этих средств в регионы. Поэтому было принято решение направить эти средства как федеральная помощь на закупку контейнеров для раздельного сбора. Региональные операторы в виде регионов сделали свои заявки. Но у нас есть критерии, по которым могут они участвовать в этой программе. И критерии достаточно понятны. Организация контейнерных площадок ложится на регион. Соответственно, в таком случае федеральные деньги могут быть направлены на закупку вот этих контейнеров. И они будут в этот регион направлены. В принципе, Брянская область это делает. И определенные средства сюда тоже пойдут. Контейнеры будут закуплены. У нас есть региональный оператор, который непосредственно этим занимается. Мы с ним, скажем так, находимся постоянно в коммуникации. В Иганичих будет построен совершенно новый уникальный комплекс по складированию отходов. Но с тремя в целом мусоросортировочными комплексами. По Брянской области это абсолютно новые комплексы, которые будут помогать все-таки вывозить как можно меньше отходов на полигоны. Уже имеющийся и вот этот новый. Кстати, событие, которое, наверное, нужно вспомнить. Мы очень много копий в предыдущие годы сломали с жителями Севского района. Севска по поводу очных сооружений производства, сырного производства Умалат. И к нашему удовольствию действительно суперсовременные очные сооружения с возможностью переработки всех стоковых вод самого города сегодня построены. То есть Умалатовцы сделали так, что они полностью решили проблему экологической безопасности за счет новых очных сооружений. И эта мощность дополнительно была рассчитана на то, чтобы принимать стоки Севска. Вот это очень грамотное, я считаю, решение. И с генеральным директором завода мы на эту тему общались. Действительно, ну, стоит только похвалить. Кстати, в городе Стародубе тоже есть сырное производство. И очистные сооружения там тоже строятся. В принципе, жители знают эту проблему, знают проблему запаха и всего прочего. О чем, конечно, не раз ко мне на депутатские приемы люди приходили. И можно, в общем-то, действительно поздравить, что вот эта проблема, она, да, действительно, в Севске решена и в Стародубе она тоже будет, я думаю, в 21-м году, я уверен, что она будет решена. Да, там вроде как речь про февраль шла, что в феврале они уже заработают в полную мощность. Ну, то есть, да, нам осталось, в общем-то, не так долго до торжественного запуска их в эксплуатацию. Николай Сергеевич, ну, традиционный последний вопрос, это, конечно же, планы. Не только ваши личные, но и планы работы Государственной Думы. Как отразилась вообще пандемия на работе Законодательного собрания Российской Федерации? Отразилась. Я больше того скажу, у нас и внутри существуют некие ограничения. Мы рассаживаемся соответствующим образом. То есть, у нас действительно кто-то может фактически, ну, не присутствовать в этот день, но мы находимся в Думе, но наш коллега, соответственно, с которым мы на связи, в этот момент осуществляет голосование, то есть по тому или иному вопросу. Ну, это нетрудно технически было сделать, но социальное расстояние вот это, оно соблюдается. И, к моему, конечно, сожалению, были коллеги, есть, которые переболели или сейчас болеют. Ковид-19 я не исключение вынужден был пропустить, ну, с учетом болезни плюс определенного карантина почти месяц, во время которого я находился дома, на самоизоляции. И, безусловно, были достаточно резонансные приняты законы, но в основном, я бы так сказал, что эти законы были в обеспечении изменений в Конституцию. Вот, в принципе, их немало, и они продолжают приниматься. Мы до Нового года собираемся все-таки не только продолжить, но и в весеннюю сессию окончательно завершить реализацию обеспечения федеральными законами изменений в Конституцию. Вот тогда заработает уже, да, обновленный документ в полную силу? Ну, основные вещи, как бы, они уже приняты, и, в принципе, мы с вами уже лицезреем, как это происходит на деле, что речь касается новых полномочий, ну, я бы сказал, расширенных полномочий Государственной Думы в принятии решений в отношении министров, правительства в целом. И это действительно уже так. Ну, и как все-таки планы на 2021 год? Как думаете, будет складываться ситуация в стране и в мире? У нас ждет, опять же, ковид никуда не девался, то есть мы... Самое главное, что, наверное, мы уже немножко попривыкли. То есть, на мой взгляд, я не хотел бы так, знаете, делать очень смелые предположения, но та истерия, которая была вокруг заболевания ковид, она сходит постепенно, вот со своего пика. Люди слышат о том, что происходит вакцинация, все больше людей обращаются за тем, чтобы сделать вот эти два укола. То есть, в принципе, у нас же две вакцины, по большому счету, спутник и вектор, у нас есть возможность даже выбирать, какую ты хочешь на выбор, на самом деле. Одна из них более новая, но при этом, безусловно, происходит медленное, но какое-то возвращение жизни, я бы так сказал, общей. Потому что вот эти все ограничения, они очень неприятно ударили по каждому жителю России, в целом и по миру, конечно, но мы сейчас говорим все-таки о нашей родине. И для кого-то этот год заканчивается трагически, потому что некоторые потеряли своих близких, друзей. Я, кстати, хочу сказать, что, ну, фактически, пользуясь случаем, да, призывая вот буквально после нашего с вами общения, ведь переболев этой болезнью, мы обретаем какое-то количество там этих антител. Вот мой друг, работающий в красной зоне и сейчас работающий врач, заболел ковид, и несмотря на то, что он сравнительно молодой, вот примерно моего возраста человек, мужчина, очень тяжело переносил заболевания. Ему в итоге делали переливание плазмы, то есть с антителами, да, кто-то вот сдавал кровь, и это фактически спасло ему жизнь. Вот я бы так вдохновился сейчас. Прошло то время, когда мне можно сейчас сдавать уже кровь, после нашего общения я поеду сейчас, сдам на плазму кровь. Если есть возможность, призываю людей делать это, потому что это действительно может кому-то реально спасти жизнь. Очень важно. То есть носители тел могут сдавать плазму, и это может спасти жизнь. Спасибо, надеюсь, вас наши зрители услышат. Николай Сергеевич, большое спасибо за беседу, поздравляю вас с наступающим Новым годом, ваших коллег в Государственной Думе. Ждем вас в нашей студии еще раз, да? Обязательно. И вас с наступающим, всю дружную команду. И я хочу, опять же, обращаясь ко всем жителям Брятской области, конечно, дорогие друзья, давайте проводим этот год. Пусть впереди все-таки нас ждет все самое лучшее, самое доброе. Будьте со своими родными и близкими, загадайте под бой курантов самые заветные желания, пускай они сбудутся в будущем году. Удачи и до встречи. Спасибо большое. Сегодня в программе «Здесь и сейчас» был депутат Государственной Думы Николай Валуев. Спасибо, что были с нами. До скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон»!